Подростковый шоссейник на 2 четвертых колесах, прям как мой подростковый трюковый МТБ. Все вот эти вот истории, печальные крокодильи слезы, с воспоминаниями о катании под рамой в нашем детстве. Вот смотрите, ногу просовываете и едете. Забудьте. К счастью, наши с вами дети, подростки уже растут в то время, когда на любую дисциплину можно найти велосипед, соответствующий по размеру и габаритам росту ребенка. Это очень круто. То есть не только детские BMX, подростковые BMX, маунтинбайки трюковые, гоночные контринники на ригидах карбоновых для подростков на 26 колесах. 26 колеса это теперь про подростков, как выяснилось. А мы все это время катались, не знали, да? Вот так вот бывает. А тут 24 колеса, шоссейник маленький, аккуратненький, очень красивый от бренда Unique. Мы уж с вами снимали пару велосипедов этого бренда. Это опять же детские велосипеды были, и бренд специализируется на детских великах. Теперь подростковый шоссер на 8 передач. Сзади R3 L2 переключатель, кассета. Спереди одна звезда не Nero White с баш-рингом, с баш-гардом таким, как вот у нас был уже на других Unique. Выглядит очень клево. Такая цельная алюминиевая конструкция. Карбовилка, алюминиевая рама. Швы подзачистили в паре мест, которые прям видно. Вот. Либо это тут такой слой краски, либо они пытались сделать бесшовный дизайн. Но мне кажется, что такой цели не было. Не похоже прям, что была цель бесшовно сделать этот велосипед. Очень радует внимание к мелочам. И я не о внутренней проводке. Это вещи довольно привычные, стандартные сейчас. Во-первых, он легкий, да? Очень кайфово делать обзорный велосипед, который ты можешь вот так вот вертеть просто в руках. Подсидел двухболтовый фрезерованный, красивый. Сидение прикольное. Я на нем проехался, мне понравилось. В моей попе было комфортно. Вы еще увидите, как я весело выгляжу на этом велике. Карбоновый руль. Нормальный руль баран, сразу упакованный в обмотку. Кстати, я не очень понимаю, почему взрослые шоссейники... Ну ладно, дорогие взрослые шоссейники, понятно, почему не обматываются. Почему бюджетка не обматывается там. 50-70 тысяч, это бюджетные шоссейники. Почему их не обматывают, а приходится само этим заниматься, я не понимаю. Пистолеты L2. Я не в первый раз их держу. Мы рассматриваем такие пистолеты для своих гравитников. Потому что шамана очень дорого. И они нормально работают. Мы уже и сами катались. Ребята мои катались. Вот здесь вот сброс передачи и набор передачи. В общем, рабочая история вполне. Тормоза бодные Unique. Называются они R700. Тормоза сделаны качественно. Приятно. Выглядит хорошее литье. Есть и фрезерованные детали. В общем, нормально. Вообще, никаких вопросов. Шоссейная резина, естественно, да. Сликие, узенькие. Обода с претензией на аэродинамику двойные. Шатуны с торцевыми болтами двухэлементники. Примерно такого же стиля, как были на младших велосипедах, которые мы с вами уже снимали. Здесь сразу стоят крутые педали. Внутренняя проводка заднего перекла и заднего тормоза тоже добавляет стиля и какой-то цельности всей этой конструкции. И вот это, кстати, одно из немногих сидений, которое имеет такую вот микроформу, подростковое, хотя по габаритам оно подошло и мне, взрослому человеку. С очень узким носиком. Вот мне прямо реально удобно было на нем ехать. Не знаю, как насчет длинных дистанций, но обычно сидения, на которых тебе сразу удобно сидеть, даже вот когда ты едешь, значит, на длинных дистанциях тем более будет окей. На диванах нельзя ездить. Довольно маленький клиренс. Ну и это и понятно, это шоссей на велосипед. Он все-таки есть, то есть по покрышке можно уйти, по покрышке можно добавить ширины, ее здесь есть, за счет чего добавлять. Где-то миллиметров на 6, на 7 можно шире ставить резину, в зависимости от задачи. Можно ли такой велосипед переформатировать под типографику, да, под какой-то туринг? Я думаю, да. Ну не в плане багажников, тут нет никаких креплений, а в плане конфигурации велосипеда и резины. То есть под резину тут немножко есть зазоры, не дофига, но они есть. Вот, и можно поставить обычный МТБшный руль, тут вынос для этого подходит вполне. И получится такой типа подростковый гравийник, есть такие вообще. Но насколько я слышал, у Unique вообще планируется отдельная модель подросткового гравийного велосипеда. Это совершенно какие-то новые для меня материи, я с такими велосипедами, бутиковыми, как они называются, никогда не сталкивался до этого года. Вот с тех пор, как я стал вести работу плейлист с магазином от Гурбайк, ссылка, естественно, на него и на этот велик будет в описании, я стал, собственно, получать возможность делать обзоры на очень интересные велосипеды. Ну не каждый день и не в каждом магазине, да идешь в каждом, почти никогда нельзя найти подростковый шоссер. МТБ, пожалуйста, БМХ, пожалуйста, педали на промах, пожалуйста, спасибо точнее. А вот так вот, чтобы зайти подростковый шоссейник, найти подростковый гравийник, это прямо редкость. Задний переключатель L2 R3, кассета на 8, кассета, не трещотка. Часто подростковые велосипеды и вообще извращенное отношение к подростковым велосипедам у многих компаний выливается в экономии на всем. Он может выглядеть хорошо, а смотришь на навеску и становится плохо. А тут как бы он и красивый, и упакован правильно. Качественные тормоза, качественное литье, есть фрезерованные детали, нормальные колодки, нормальные аэродинамические обода, двойные при этом с канавками износа и закрашенный боковой стенкой. Это вот опять же про внимание к деталям. Чаще всего подростковый велосипед, блестящий боковин, велосипед выглядит из этого отвратительно. Здесь этот момент решили. Передняя втулка на промах, на эксцентрике, с очень приятной фрезерованной гаечкой вот здесь вот. Ну, ответной частью, я не скажу, что это гаечка. Литые дропы, аккуратненькие. Задняя втулка на промах, очень аккуратными, приятными фланцами, заспецованные солнышком. То есть тут нету привычных крестов, короткие шатуны, что, опять же, для подросткового велосипеда важно. Часто, часто, очень часто даже профессионалы в BMX мире ставят на подростковый, там, на 18-й BM и 170-й, 175-й шатуны. Ну, куда это годится? Я поехал кататься. Слушайте, что мне тут, о чем мне, о чем мне с вами говорить? Я могу. Я могу. Человек, который катается на трюковом 24-м МТБ, никогда не будет испытывать проблем с подростковыми велосипедами. Я вот хоть домой могу сейчас поехать. Гоночный хват. Самое главное, не словить рельс. Это вот то, что на шоссейном велосипеде самое опасное. Тормоза, огонь. Вообще. Я-то вешу побольше, чем подросток уж всяко. Можно коленкой рулить. Нет, это уж перебор. Да нет, реально, я могу на нем есть. Немножко, как бы, понятное дело, вес неправильно распределяется. Руки устают. Это прям классно, реально. Очень приятно. Едет очень накатистая. Давайте проведем базовый тест на накат. А пока вы смотрите, как крутится колесо, я вам скажу, что здесь крепление под одну флягу, только нету большого количества креплений. Как это часто бывает, там, на подсидели и тут, и там. Ну, колесо отлично крутится. Видите, оно туда-сюда заходит. Это то, что надо. Резина Кенда. Просто шоссейная тема немножко не моя, я не все фишки знаю, не все бренды знаю. Но вот просто как юзер, глядя на такой велосипед, впечатление создается исключительно позитивное. То есть, качественные детали опытному велосипедисту понятны и видны сразу. И этот велосипед весь из таких деталей состоит. Я вот не знаю, на чем тут было срезано. Ну, болты в выносе нормальные, ничего от глаз не спрятано. Эксцентрики хорошие. Вот этот блинчик даже нормально закреплен. Что, кстати, не всегда бывает даже на дорогих велосипедах. Если вы хотите своим детям добра, и если они не хотят делать трюки, а хотят ездить гонки, быстро ездить по шоссе вместе с вами или сами по себе, то теперь есть возможность детей сажать на правильные велосипеды сразу. Это, конечно, кайф. Я могу только позавидовать. В моем детстве у меня не было возможности даже на каком-нибудь самом простом горном велосипеде поездить с переключателями скоростей. А сейчас не то, что переключатели скоростей, сейчас доступны все форматы для всех возрастов. Пока слеза не покатилась из моего глаза, до свидания.